Реклама – двигатель торговли. А для нелегальной торговли – вечный двигатель. Не секрет, что свое коммерческое предложение торговцы миксами и спайсами не могут публиковать в газетах. Пишут прямо на стенах домов. Дешево и прибыльно. Наркополицейские ловят распространителей, но реклама остается. Эти молодые люди из Ивановского движения «Агенты» решили бороться с наркоманией своими методами. При помощи краски и кисточек. Гуляя по городу, с каждым разом все чаще-чаще натыкаясь на эти надписи. Это как болезнь. Если они начнут бороться, то дальше будет только хуже. Мы решили, что кто-то должен этим заниматься, решили сами прийти в инициативу. Вместе скинулись, купили краски, пошли, начали крашивать. Ребята, если можно так сказать, санитары города. Вот уже на протяжении многих месяцев. Еженедельно они выходят в рейды. Но работы всегда достаточно. Распространители смесей также времени не теряют. Даже на свежеокрашенные дома в этот же вечер уже наносилась данная реклама. То есть те, кто рисует данные надписи, они абсолютно особо времени не затрачивают на это. У них есть специальные трафареты, через которые они выводят эти надписи. А вот отыскать всю настенную живопись и закрасить ее отнимает намного больше времени и сил. Но отказываться от этой работы ребята не планируют. По их мнению, рейды хоть и косвенно, но помогают сдерживать распространение курительных смесей. А значит и удар по здоровью ивановской молодежи. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.